Здравствуйте, меня зовут Самойленко Наталья, и вы снова находитесь на канале Европлан.фай. Все знают мое скептическое отношение к питомникам, находящимся на территории северо-запада. Я считала, и пока что все еще продолжаю считать, что люди, которые пытаются выращивать какие-то растения в нашем регионе, сталкиваются с четырьмя основными врагами. Это весна, лето, осень, зима. И я почти готова изменить свое мнение, потому что мы сейчас находимся в удивительном месте, в питомнике, где я увидела потрясающие многолетники. Я честно могу сказать, половину названий я даже не знаю, не говоря уже о сортах. Я думала, что я знаю все, и очередной раз признаюсь, что у меня очень много белых пятен. И я хочу познакомить вас с удивительным человеком, на самом деле с основателем этого питомника, это с Денисом, компанией «Ботаник». Причем Дениса в городе и не только за пределами нашего города знают как уникального ландшафтного дизайнера. А теперь, наверное, пришло время познакомиться с Денисом как с будущим владельцем крупного питомника. Добрый день. Насчет крупного питомника не знаю. Пока что мы начали с того, что не хватало многолетников для наших садов. И летом было очень сложно купить в хорошем ассортименте и в хорошем качестве. То есть все, что продавалось, продавалось в июне, дальше ничего не было. А так получалось, что цветники мы делаем в основном в июле-августе, в сентябре чуть-чуть. И практически ничего не было. А так как с детства, собственно говоря, я начинал с садоводства. С многолетников декоративное и любовь к ним сохранилась, и интерес сохранился, то мы стали понемножку собирать для себя. У нас здесь примерно около гектара земли всего лишь. Мы собрали, ну, тут около 500 у нас сейчас сортов примерно, многолетников. Ну, и немножко кустарников, которых, либо которым мы всегда пользуемся, сажаем практически на все наши объекты, либо тех, что трудно купить. Поэтому вот с этого история, собственно, и началась. Пока что площади у нас не очень большие, но уже мы можем с некоторыми нашими коллегами уже делиться, продавать нашим коллегам. То, что удивило, да, и продолжает удивлять. Допустим, что Европланд, что половина площадок города, многолетники, это в основном небольшие горшочки, это П-9. У тебя здесь самое минимальное, что я увидела, это от литра и до пяти. Не страшно сразу так на крупные? Это чисто из-за ландшафта. Собственно говоря, как мы создаем цветники? Мы берем горшки и расставляем. П-9, естественно, падает от любого малейшего ветерка. Трехлитровые, если растение большое, а горшок превышает по размеру, сильно превышает, то тоже может падать. Пятилитровые, в общем-то, устойчивые. Соответственно, это удобно. То есть 3-5 литров вполне удобно. Плюс 5-литровый дает достаточно, по многим многолетникам, достаточно хороший объем. И плюс мы смотрим, что, соответственно, можно действительно в литровом горшке, что в двухлитровом, что в трехлитровом. Какие это не имеет смысла выращивать многолетники, сажать в более крупный, чем литровый. Потому что они либо прекрасно разрастаются, либо их надо сажать так много, что 3-5 литровый займут слишком много места. Ну и молодые, соответственно, более частый шаг к посадке, чтобы был вид. Да. А тут сразу меньшим количеством получаем нужный объем. А не считал, допустим, насколько в итоге дороже получается? Потому что в 3-5 литровом многолетнике получается сразу вид, их меньше. А на сколько дороже? Ну, примерно. У меня впечатление, что процентов 15-20. Это моя. Процентов 15-20 дороже. Зато сразу вид. Зато сразу вид и меньше отпад гораздо. То есть если в П-9 сажать, то там отпад гарантированно процентов 20 те же. Вот. Которые не дольют. Еще что-нибудь. П-9 можно даже просто при поливе и шланговом может не промочиться. При посадке, соответственно, если случайно рабочий посадили, не промоченный, не замоченный перед этим в воде, не опущенный в воду на несколько минут, вода уходит мимо, и ком сам может оставаться сухим. И даже при поливе сверху он может высохнуть в жаркую погоду, вот как сейчас. А крупные горшки, там видно, сразу промочен он, не промочен. Влажный, не влажный. И когда мы высаживаем его, соответственно, у нас получается, что растение сразу дает хорошие. Из мокрого кома дает наружу хорошие корни и быстро укореняется. То есть, насколько я понимаю, ты фактически единственный на сегодняшний момент производитель многолетних цветов, который дает сразу крупный материал. Ну, в Ленобласти. В Ленобласти, да. Мы не берем другие регионы, но в Ленобласти... Ну, может быть, таких питомников, как у меня и есть, просто народ не афиширует и выращивает для себя, потому что объемы-то не очень большие. На самом деле, я видела, что происходило с питомником, как он зарождался три года назад. Я могу сказать, что за эти три года потрясающие просто изменения. Я представляю, что здесь будет еще через три года. И на сегодняшний момент, ну, вот моя коллега, которая стоит за камерой, она не даст соврать, когда мы сюда приехали. Первое, что я сказала, ощущение, что мы находимся в голландском питомнике, где продаются хорошие, красивые многолетние цветы. Я думаю, что мы вас познакомим еще не с одним таким удивительным местом. Я очень надеюсь, что у нас, возможно, появится, ну, может быть, не новый ведущий, а хотя бы консультант по многолетним растениям, потому что это действительно наши слабые места, и люди, которые нас регулярно смотрят, постоянно на это пеняют. А сейчас давайте просто прогуляемся по этому замечательному питомнику. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Спасибо за просмотр! Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон